Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире интервью с президентом республики Западной Армении Арменаком Абрамяном. В память о жертвах геноцида против армянского народа. Турция подала усыдебный иск против России с требованием вернуть знамена османской армии. Сенат Арменендас призывает США оказать давление на Азербайджан с целью возвращения армянских военно-пленных. В ООН не ответили на запросы о помощи в разминировании Арцаха, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Журнал National Interest сравнил Инхама Алиева с Адамом Хусейном. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Президент республики Западной Армении Арменак Абрамян в эфире телекомпании «Западная Армения» рассказал о мотивах геноцида против армян и проанализировал значимые события того периода. В частности, он охарактеризовал геноцид против армян как преступление против человечества, отметив, что геноцид не армянский, а турецкий. И если мы ошибаемся в объяснении выражений, мы не сможем понять, что на самом деле произошло с армянами, живущими на их родных территориях. Продолжая свою речь, президент Абрамян сослался на тот факт, что кто решил, что геноцид начался в 1915 году, когда фактически организованные государством гамедийские полки истребляли армянское население в 1894-96 годах, продолжая эту политику до 1906 года. В вышеупомянутых случаях есть много неопровержимых фактов, даже меморандумов, составленных разными государствами, которые доказывают реальность массовых убийств, осуществляемых Абдул-Хамидом. Говоря о Второй Арцавской войне, президент Республики Западной Армения отметил, что это продолжение геноцида совершенного против армян. Интервью доступно на нашем YouTube-канале. Уважаемые соотечественники, граждане Республики Западной Армения, представляем вам список мероприятий, посвященных памяти геноцида против армян 24 апреля. 24 апреля 2021 года, в субботу, состоится следующее мероприятие с участием официальных лиц Республики Западной Армения. Париж в 11.00, собрание перед памятником Комитасу на площади Канады. Леон в 11.00, поминовение перед мемориалом на площади Антонина Панце. Марсель в 11.00, место встречи перед памятником мать и ее четыре сына в мемориальном парке 12-го квартала. Трагинян в 17.00, перед памятником Армении на Але-Даземар. Мендельо в 11.00, поминовение перед Хачкаром на площади Армении. Антип в 15.00, поминовение перед памятником Маришо на проспекте 11 ноября. Ереван в 11.00, возле мемориала геноцида против армян Дицернака Берта. Турция подала иск против России под лозунгом «Вернуть честь» с требованием вернуть Турции османские флаги. Как сообщает Daily Sabah, в четверг 8 апреля турецкий историк Умит Топал подал иск с требованием вернуть знамена девяти турецких полков, захваченных во время Первой мировой войны российскими военнослужащими в ходе боестолкновений в восточной провинции Карин-Эр-Зурум, Турции, Западной Армении, а также один флаг района Басен провинции Карин. Истец утверждает, что Карин в последний раз был захвачен русскими в феврале 1916 года. Тогда был уничтожен ряд исторических и культурных ценностей, а вышеупомянутые флаги вместе с различными ценностями были украдены. По словам Топала, сейчас флаги находятся на складах знаменитого Эрмитажа в Санкт-Петербурге. «Знамена – это честь турецкой армии, турецкого народа. Я рассчитываю на всеобщую поддержку, чтобы вернуть их в нашу сродну», – сказал Умит Топал. Правительство Республики Западная Армения, касаясь этой темы, дало свою оценку. Отметим, что турецкий историк поднял вопрос, который полностью относится к сражениям, произошедшим в 1916 году на окраине Карина, столице Западной Армении. Указом Ленина 29 декабря 1918 года Россия признала право армян Тачка Хаястана Западной Армении на самоопределение до обретения независимости, и в 1918 году армянский Карин Эрзуром были возвращены Турции. Мы также хотели бы увидеть документы, представленные Министерствами обороны и иностранных дел Турции и их правовые основы, на которые ссылается этот историк. Напомним, что в числе военных трофеев русских есть и исторические артефакты, которые принадлежат армянскому народу, так как представляют армянскую национальную культуру, и турецкий историк не должен иметь к ним никаких амбиций. В Комитете Сената США по международным отношениям 15 апреля Боб Менендес, председатель этого комитета, поднял ключевые вопросы, касающиеся армянского народа, в том числе армянских военнопленных. Как сообщает Армен Пресс, со ссылкой на сообщение, распространенное Армянской Ассамблеей Америки, Менендес заявил, что США должны оказать давление на Азербайджан с целью освобождения военнопленных. «Я работал над проблемами Армении, Азербайджана и Арцаха около 25 лет, и то, что произошло в прошлом году, было довольно трагичным для многих в регионе», — сказал Менендес. Во время слушаний сенатор Менендес говорил о срочности гуманитарной помощи США Арцаху, а также о необходимости оказания помощи армянам, вынужденным покинуть свои дома на их исконной родине. ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Арцаха. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу в фильме телеканала «Звезда», вышедшем в эфир пятницу. «Как только в ноябре это всё произошло, мы говорим. ООНовский противоминный центр, приходите, там всё заминировано вдоль и поперёк. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришёл? Пока никто», — сказал Шойгу. ООН подчеркнул, что пока на месте работают только российские сапёры. «Работает и МЧС, и Министерство обороны. Работают местные сапёры», — сказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Американский журнал «The National Interest» опубликовал масштабную статью о парке музея, открытом в Баку по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщает Армен Пресс, обозреватель Майкл Рубин сравнил Ильхама Алиева с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, открывшийся в Баку парк-музей с триумфальной аркой Мечей Кадиссеев в Багдаде. Алиев, никогда не служивший в армии, ходит в военной форме, демонстрируя армянскую военную технику, восковые модели армянских солдат. Центральным элементом Бакинского парка является арка из шлемов убитых и пленных армянских солдат. Тот факт, что Азербайджан продолжает незаконно задерживать военнопленных и похищать мирных жителей, некоторых из которых он мог убить в плену, подчеркивает неадекватность демонстрации. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша многолетняя работа направлена на то, чтобы поддерживать и развивать связь с Родиной среди наших соотечественников. В этот исторический период мы все обязаны поддерживать наши национальные требования. Совместными действиями противостоять вызовам, появляющимся перед нами, чтобы добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных реалиях. Наша борьба вечно, а победа неизбежна. Республика Западная Армения рассчитывает на вашу активную поддержку на этом нелегком пути, который мы пройдем вместе. Вместе мы можем сделать больше. Далее для вас армянский народный оркестр Лос-Анджелеса Дабки Параганак. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.